Веган Христолюб Животное выращивает специально для еды. Мы выращиваем сельскохозяйственных животных с определенной целью, поэтому они и существуют. Их функция – давать на мясо, молоко, яйца и другие части своих тел. Этот аргумент приводит меня в замешательство больше других. Дело в том, что я искренне не понимаю, кто дал нам право единолично решать, в чем состоит цель жизни тех или иных животных. В конце концов, все животные – это личности со своими желаниями и потребностями. Все животные хотят жить по своему усмотрению. И наше представление об их назначении не имеет отношения к их желаниям и их жизни. Все, чего хотят животные – жить своей жизнью и делать то, что им нравится по природе. У них нет желания служить нам или выполнять функции, которые мы им определяем. Если мы оправдываем эксплуатацию убийства животных под предлогом того, что для этого мы их разводим, мы точно так же можем оправдать любые другие наши действия в отношении животных. Я дописал тут и произнесу это вслух не только в отношении животных и людей, но и об этом тоже вы, кто уже давно смотрит или не первый раз эти видео, видел это все и слышал, да, и людей. Пожалуйста, пример – это рабы, крестьяне, слуги, работяги, над словом раб, да, в современном мире и так далее. Ну, давайте кратенько скажем. Во-первых, по поводу права. Ну, религиозник Эду бы ответил, конечно, что ему Бог дал это право. Хотя, несмотря на то, что при творении мира такого не было, они обязательно сошлются на девятую главу книги Бытие, да, о том, что якобы Бог разрешил Ною все эти вот изуверства, да, порабощения животных. Конечно же, это чепуха. Ничего там Бог Ною не разрешал, просто он сам был далек от истины. А Бог лишь позволяет людям творить, что они хотят до определенного времени, когда они дадут отчет за все свои деяния. Обладая свободой, они творят все, что хотят, самоопределяясь перед лицом добра и зла. Поэтому, конечно же, никто право человеку творить зло не давал. Ни Бог, ни другие люди, ни его внутренняя совесть, там, все что угодно. Человек это делает по собственному желанию. И за это злодеяние, которое творит по собственному желанию, будет отвечать. По поводу, знаете, вот этого всего, конечно, человек светлый, хоть как-то. Иисус правильно говорил, тут замкнутый круг получается. «Я есть свет, пришел в мир, но вы не хотите идти ко свету, потому что дела ваши злые». Я тогда помню, когда, естественно, при чтении Евангелия, особо обращал тоже на этот момент внимание. То есть, казалось бы, ты проповедуешь грешникам. Проповедуешь там, веганы проповедуют трупожорам. Ну, таким же грешникам, злодеям, да, причиняющим боль и страдания животным, животному миру. И, казалось бы, в этом и суть, да, и злодея сделать добряка из грешника-праведника. Но Иисус тогда правильно сказал. «Вы не идете к свету, потому что дела ваши злые». Вы не хотите идти к нему. То есть, по сути, конечно, есть антиномия проповеди грешникам, да. Вы от меня это слово часто слышите. В том, что, казалось бы, ты им и должен, так они и не хотят делать добро, потому что они злодеи. Дела из них не злые, а дела исходят из злых сердец, из злых помышлений. Они и хотят творить зло. Зачем вам творить добро, да. По поводу животных, конечно, все очень просто. Да, можно сколько угодно, конечно, по тупости ума своего и жестокости сердца. Особенно, знаете, когда рассматриваешь, почему вы знаете, я как веган и, точнее, в большей части, а веганство лишь часть христианина, проповедую истину, любовь, свободу и бессмертие от начала времен и до конца времен, то при сотворении мира все очень легко понять, посмотрев начало. Конечно, посмотрев на соседский не огород, а, получается, скотинный двор, как его называют, да, животные, где уже животные порабощены, кажется, ой, но это живот, он их выращивает, да. А когда он их туда получил, каким образом, я об этом по этому все время говорю, животные были созданы прежде людей. Любой религиозник, читавший Библию, не сможет это отрицать, и этим аргументом можно прижать к стенке, это раз. Животные были созданы до человека, и созданы были свободными, и не нуждались ни в какой заботе человеческой, и до сих пор не нуждаются. В современном мире все так называемые домашние животные, сельскохозяйственные животные или еще какие-то нуждаются в заботе человека уже, как говорят, только потому, что злые люди в прошлом и продолжают это до сего дня, когда-то поработили этих животных, изуродовали природу этих животных вот этим одомашниванием, делая их неспособными к жизни в естественной природе, созданной те же сам Богом. Это плод творения рук человеческих. Конечно, посмотри на соседей скотины двор, скажешь, ну вот же, это же он их выращивает. Он их не выращивает. Он их поработил. И свидетельством, опять, доказательством этого порабощения всегда являются что? Клетки, ошейники. Психологическое такое же, ошейники и клетки. Манипулирование, играние таким аргументом, как еда. Да, когда вы поработили, они уже не знают, где ее добыть. Как говорят, ой, да курочки там домой бегут. Ну, конечно, они бегут. Там вы якобы им еду дали, а они уже не знают, где ее зимой взять-то. Почему-то в естественной природе круглый год даже в странах с холодным климатом животные живут, без человека, которых не вырывали оттуда. Поэтому любые ошейники и клетки уже свидетельствуют, что это рабы. Точно так же было и с людьми всегда. Рабы, крестьяне, все то же самое. Аргументы были те же самые. Поэтому думают, что аргументы с животными чем-то отличаются. Нет. Человек доходит до безумия, прорабощая свободное живое существо, обладающее душой, нервной системой, чувствами, анализом, умом. Да. Это все аргументы работы для человека. И люди, отрицающие вот эти от животных, потом те же самые аргументы приводят и к себе даже подобным. Спокойненько. Поэтому тысячелетиями на планете я как уже перечислил вам было и рабство, ну или крепостное право, все одно и то же. Разные слова, а суть об одном, слуги, работяги от слова раб. Так что это все, конечно же, никто не давал никакого права. Человек сам, направив силы, которая дана ему для чего? Для проявления любви. Если ты сильный, так заботься. Если ты умнее, так помогай. Если ты добрее, так ласкай. Да. А у нас все наоборот. Все через задницу у человечества. Да. Так, если мы оправдываем эксплуатацию, то, ну и это приводит несколько примеров, как всегда. Например, собачьи бои. В конце концов, многих собак разводят, то есть мы еще и до чего доходим. Мы не просто извращаем природу животных в плане физической, чтобы их при себе держать. Мы еще их делаем себе подобными во всех смыслах. Там психики, все это. Он злодей, сам готов разорвать вот именно любого. Мы и животными такими же делаем. Собачьи бои. В конце концов, многих собак разводят именно для того, чтобы они участвовали в боях, когда вырастут. Но уж что с ними делают, посмотрите. Любые какие-то документальные расследования, если эта тема интересуется. Я думаю, вы догадываетесь, откуда появляются бойцовские собаки и что с ними делают. Как их растят и до этого доводят безумие. И раз мы их разводим с этой целью, то мы имеем право использовать их в этих целях. Этот аргумент не учитывает того, что все эти животные знать не знают о том, какое предназначение мы им определили. Это здесь абсолютно прав. Здесь животные всегда в роли жертвы, до которой нет никакого дела. Да, это очень важно понимать. Скажите, понравилось бы вам, если бы программу вашей жизни определили за вас, до того, как вы родились. Что если бы ваше назначение было бы определено заранее? Что если бы день, когда у вас отнимут жизнь, кто-то определил за вас еще до вашего рождения? Захотели бы вы рождаться, если бы заранее знали, что вас собираются использовать и эксплуатировать? Если нам это кажется неправильным, почему мы считаем себя вправе определять цель жизни другого живого существа, которое просто хочет жить, так же, как и мы, так же, как и наши любимые домашние питомцы, так же, как и дикие животные в природе? Давайте дочитаем их, я тоже скажу. Поэтому нет, мы не можем морально оправдать эксплуатацию животных под предлогом того, что мы, я здесь ударение поставлю, их разводим с этой целью. То, что мы разводим этих животных, сначала поработив, я добавляю, преследуя какие-то свои цели, ничего не меняет. Эти животные просто хотят жить, точно так же, как и их собратья в природе, которые рождаются без навязанных нами функций. Но я еще раз пишу, что все животные в сферах человеческой жизнедеятельности вырнуты, выдернуты из естественной среды обитания и порабощены от начала создания мира. Не было так, но это, о чем я говорил, для себя пометку сделал. Сказал об этом раньше. По поводу вот этого всего. Это всегда все правильно и красиво говорит, я с ним полностью в согласии. Но, к сожалению, он это тоже не хуже меня знает. Я видел его и дебаты, и диспоты, и на улице споры. К сожалению, это все говорится для умного человека, для такого, на какой-то ступени. На самом деле, люди становятся светлыми, добрыми. Ну, не знаю, нет, есть, конечно, случаи, лютый грешник там кается. Но, опять же, потому что Бог ему как-то там открывается, да. Кто проходил момент покаяния в разных сферах своей жизни. Ну, я употребляю, как мне говорят, религиозные слова. Не нравятся другие, придумайте себе слова. Какие вас там устраивают, когда вы меняетесь, просветляетесь якобы, да. Хотя, когда вы от зла только к нулю подходите, это же никакое не просветление. Вы только из тьмы выходите на Божий свет. Это же надо животное личность, вот именно, признать. А как признать-то, если все, все налицо, как Иисус говорил, если бы вы были слепы, ну, так как вы говорите, вы видите, то грех остается на вас. Здесь то же самое. Ну, ты показываешь все это человеку, папе, маме, детям, родственникам, друзьям. Он же видит, он говорит, дергается, дергается. Убивают ее? Убивают. Слове убийство уже все заложено. Их это слово вообще не волнует, я вот даже по сердцу не дергаю. Ты говоришь, и понимаешь, о чем мы сейчас говорим, об убийстве. Ничего, ноль вообще. Как будто и ветром не ду. Ураган, а у него ничего не шевелится. Кругом деревья вырывает. Какой-нибудь такой образ хочется. А он даже не шевелится. Ты ему говоришь обо всех этих ужасах, а у него ничего не ёкает. Он вот окаменел, и все, и бесполезно, там хоть чем долби. Причем его вот им, будешь поступать с ним так, как он с другими поступает, будешь долбить. Он будет не согласен, но этого он не признает. Хотя он все видит. Он же не слепой. Это вот беда жизни, да. Все понимаем, но вот человек обладает свободой, упорствует во зле. Строите себе дурачка, я так прямо говорю, и родителям. Я говорю, что вы дурачка включаете? Совсем хотите в глазах упасть ниже дна? Чего тут непонятного? Чего тут может быть непонятного? Животное, млекопитающее. Посмотрите, их назвали. Мы даже входим по науке с ними в одну группу млекопитающих. Млекопитающих, социальных животных. У них семьи, дети, родители. Они там даже многие признают. У многих там один партнер на всю жизнь. Как вы любите, там, храните верность. Пожалуйста, посмотрите, есть такие животные. Ну, это тупость. Вы знаете, сколько такое я встречал, даже вот сам лично, в деревне где-то, правда. Мне такое точно сам рассказал. Соседка там говорит, ой, пойди, какие у тебя-то посмотри, там, привезли или родились там. Я говорю, а что ты радуешься? Ты же их зарубишь всех. Она стоит, глаза округлила и не знает, что сказать. Я говорю, а чему радоваться-то? Я говорю, смотри, как ты радуешься якобы, смотри, какие пушистенькие. Конечно, они веселые, милые. Я говорю, ну, ты же их сейчас зарубишь. Сейчас или чуть попозже будешь их по одному вырезать. Чему радоваться-то? Я говорю, ты безумна в своей радости. Не понимает, что их говорят. Для нее вот этот маленький, да, миленький, только подрос все, можно ему башку снести. Это у людей просто какая-то шиза, я не знаю, как это все обзывать. Слов не находится. Так что ты и так говоришь. У нас есть каждому слову свое определение. Убийство, насилие, эксплуатация, смерть, боль, страдания. Все, понятные слова. Среди двух людей. Кто не знает, я обо всем это много раз разговаривал. Как люди вообще понимают друг друга. Тебя, мама, научила, что это солнце. Меня научила, что это солнце. Мы встречаемся на дороге, никогда друг друга не видя. Произнося слово солнце, каждый понимает, о чем речь. Мы же понимаем, о чем речь. Я говорю, на каком еще языке мне говорить с русскоговорящим? На китайском? Неправильно. Для того мы русские, чтобы на русском друг с другом общаться. На каком? На ангельском? Ты его не знаешь, я тоже. Убийство, что зло, зло? Нет. Ну и начинается там, как вынуждено убийство. Это антиномия. Гуманный забой, да. Или вот нужда. Какая нужда? Ну, в общем, говорить об этом уже непонятно как. Сегодня самый короткий ролик, наверное, будет из этой серии. Ну, или там, не знаю, был, короче, 15 минут. Уже не знаешь, что говорить. Мы с вами уже на 24-ом оправдании. Это все такое безумие. Безумие и тупость человеческой, окаменелость и тупость человеческой природы. Конкретного человека в данный момент. Который то ли кайфует, что он во тьме, то ли, не знаю. Это, знаете, люди все-таки открываются истины, по крайней мере, добровольно. Я говорю, без каких-то, может, там, бог озарил, я не знаю, сам его бес может покаяться. Вот, в какой-то прям один момент непонятно, вдруг одно слово на него так подействовало. В основном, в своей массе, эти люди все-таки чего-то жаждут. А я по жизни, что из старых своих друзей детства, этих людей не интересует истина. Вот их ничего не интересует. Ну, обычные жизненные вопросы. Дом, машина, квартира, там, игрушки. Кино посмотрел. В кафе сходил. Глобальные какие-то вопросы. Вообще, все, что дальше его нос, его не интересует. Как говорят, политика, не политика, неважно. То есть, кто-то, кроме вот, зачастую, это очень маленькое окружение. Я, ты, да мы с тобой, все. Чего там, где там. Где-то все далеко, вот я живу. Никто не чувствует, не ощущает себя частью большого мира. Единения, зависимости друг от друга. Что да, где-то вырубаются леса, тебя тоже колышат. Все отражается. Да. Ну, вот так вот, что ты? Ну, ты раз-два сказал, как Иисус говорил. Ну, что, а что еще ты сделаешь? Кувалды не вобьешь в этом принцип жизни, любви и свободы. Не насилие. Да. Божество добровольное. Человек выбирает свою божественность. Становиться богоподобным любовью. Ну, что, раз-два-три сказал. Все, что есть, единственный последний рычаг, решить человека, себя, своего общества. Все. Может, это даст ему какую-то пищу. Он же любит вот свое маленькое окружение. О нем он печется, заботится. Может, он будет задуматься все-таки, что же он меня, что же он вот такой вот прям на этом стоит. Может, это что-то пошевелит. Если вы знаете другой метод меня иногда за этот метод карет, Ну, напишите другой. Вечного жополиста ничего это не дает. Более того, вы от этого сами с ума сойдете. Если вы чистый и светлый, вы что, будете участвовать в грехах, а вы все равно будете костяно участвовать. Если ваши друзья все воруют, там, грабят, убивают, какая-нибудь ОПГ, а вы решили вдруг выйти, вы не сможете просто сам якобы не делать, ну, с ними там тусоваться. Они все равно после очередной пьянки пойдут грабить, убивать вам придется идти. Или что, вы там не будете на сторонке, быстро пока не пограбите, потом пойдете просто в кафе, это якобы не грех, но я пока постоял там. Нет, ты участвуешь же тем, что ты видишь, а за жертву ты не вступишься. Ты же не сможешь своим браткам противоречить. Это все то же самое. Со всеми этими близкими, друзьями, родственниками. Это все то же самое. Если вы все это молчком проглатываете вечно, да, вы в этом соучаствуете. Вот так вот на сегодня все. Не буду вас долго пытать. Для меня 20 минут, это как ничего. У многих это, кажется, запредельные ролики в Ютубе. 10 минут считается классикой. Ладно, до встречи в следующих роликах. Мы потихоньку с вами приближаемся к завершению этих оправданий по эдовой версии. Ну, я потом еще свое кое-что добавлю. Ну, а так. Идем медленно, но верно к завершению. Идем медленно, но верно к завершению этих оправданий по эдовой версии. Субтитры создавал DimaTorzok